Всем привет! Меня зовут Спартак Спартакович. Сегодня у нас первое занятие. Поехали! Начнем с самых основ, то есть разберем какие-то инструменты в геометрии. Это у нас точка. Точка с буквой. Это у нас вершина. Точка. Буква. Вершина. Нарисуем две вершины, а теперь соединим их линией. Это у нас будет отрезок. Нарисуем одну вершину и проведем линию. Это у нас будет луч. Луч. Просто линия без вершин. Это у нас прямая. Отрезок имеет начало и конец. Луч имеет начало, не имеет конца. И прямая не имеет ни начала, ни конца. Нарисуем три вершины. Тут, тут и тут. Соединим их. У нас получится угол. Это наши инструменты. После того, как мы записали инструменты, подробнее поговорим об углах. Углов бывает три типа. Угол бывает тупой. Угол бывает острый. И угол бывает прямой. Тупой угол у нас больше 90 градусов. Острый угол у нас меньше 90 градусов. И прямой угол 90 градусов. Теперь поговорим о фигурах. Начнем с треугольника. Нарисуем три вершины и соединим точки между собой. У нас образовалось три стороны и три угла. То есть точка с буквой. Поговорим, какие бывают треугольники. Равнобедренный треугольник. Что есть у равнобедренного треугольника? Две стороны у него одинаковы. Если вот такая черточка вы видите, это значит, что сторона равна. Вот эта сторона равна вот этой стороне. Стороны здесь называются боковыми. Нижняя сторона называется основанием. Кроме того, что боковые стороны равны, углы при основании равны. То есть, например, если вот этот угол 30 градусов, то и вот этот угол будет тоже 30 градусов. Я извиняюсь очень сильно за свой почерк. Два угла при основании равны. Равнобедренный треугольник. У него две стороны равны. И два угла при основании тоже равны. Идем дальше. Равносторонний треугольник. Вы можете догадаться по названию. У него все стороны равны. Вот такими черточками мы это показываем. А также у него все углы равны. Углы, если они у нас равны, вот мы такой черточкой показываем. Вот этот и вот этот угол равны. Еще раз. Все стороны равны, все углы равны. Ничего сложного. И закончим мы сегодняшнее занятие. Прямоугольным треугольником. У прямоугольного треугольника есть угол 90 градусов. Ну, можем сразу сказать о том, что две стороны, которые лежат с прямым углом, называются катетами. А большая сторона называется гипотенуза. Вот такой сегодня урок вышел. Если вам понравилось, подписывайтесь на меня, чтобы поддержать. Если вам нравится, я буду еще записывать такие уроки. Если вам интересно, переходите на следующее видео. Всем спасибо. С вами был Спартак Спартакович. Субтитры сделал DimaTorzok